А вот в Кабмине тема очередного транша МВФ табу. Сегодня министры приняли новую медицинскую реформу. Правительство обещает внедрить обязательное медстрахование, увеличить зарплату врачам и сделать лекарства бесплатными. Минфини уверены, деньги на реформу найдутся так же, как нашлись на очередное увеличение расходов на командировки чиновников. Продолжит Александр Васильченко. Процесс пошел. МВФ перечисляет деньги. Условия транша на заседании Кабмина чиновники не обсуждают. То, что фонд выдвинул требования изменить систему субсидирования, подтверждает министр соцполитики. Оплату за отопление в рассрочку отменят, а субсидию населению монетизируют. Заседания Кабмина начали с вопроса о медицинской реформе. Обещают ввести обязательное медстрахование, повысить зарплаты врачам, а пациентов обеспечить бесплатными лекарствами. Взятки в конвертах уйдут в прошлое. По крайней мере, так утверждает профильный министр. Внедрить реформу Кабмин собирается уже в этом году. Завершить полное переформатирование планируют в 2020-м. Мы проведем новые протоколы ликования. Те, которые ликуются весь свит, цивилизованный. Мы изменим систему финансирования, изменится система оплаты работы лекарей. Мы по-другому будем оформлять материально-техническую базу. То есть, фактически, принявши это решение, за несколько лет система охраны здоровья станет абсолютно другой качества. Кроме того, руководитель Минздрава Ульяна Супрун продолжает настаивать на запрете поставок в Украину российских лекарств. И хотя положительного ответа премьер не дал, выяснилось, что ведомство уже два месяца назад отказалось продлевать договоры с несколькими российскими фармацевтическими компаниями. При этом альтернативу всем запретным препаратам так и не нашли. А вот о себе чиновники не забыли. За увеличение командировочных для госслужащих в два раза министр проголосовали единогласно. Проголосовал Кабмин за увеличение единоразовых выплат к 9 мая ветеранам Второй мировой. Инвалидам войны первой группы замість 2975 гривень выплатити 3500. Инвалидам войны другой группы замість 2600 гривень выплатити 3100 гривень. Инвалидам войны третьей группы замість 2310 гривень выплатити 2700 гривень. Участникам бойових дій замість 920 гривень выплатити 1200 гривень. Правда, скорее всего, денежное пособие получат не все украинские ветераны. Денег на выплату и без того скромной финансовой помощи участникам Второй мировой не заложили в бюджет.